10 важнейших открытий в астрофизике В первом приближении Сегодня в программе Это как в детективном расследовании У вас появился существенный новый факт Он всю вашу версию рушит И вы чувствуете себя как инспектор Лестрейт Которому вот все было так хорошо А теперь, да, всех приходится отпускать И опять идти к Холмсу Сергей Попов, доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института Имени Штернберга В первом приближении Ведущая программы Елена Лихачева Сергей, давайте вот с чего начнем Я думаю, что за 2011 год было Огромное количество открытий Важных, неважных, на ваш субъективный взгляд Тем не менее, вы отобрали из них По нашей просьбе, около 10 У меня снова вопрос по поводу того Какими все-таки критериями вы руководствовались Если они есть Как таковые Почему какие-то открытия вам показались наиболее важными По сравнению с другими Действительно, в астрономии Идет огромный поток научных работ То есть это где-то десятки тысяч работ в год Если все оригинальные даже работы читать То на работу Вот все рабочее время там посвятить То на одну работу будет меньше пяти минут приходиться И по большей части Это действительно какие-то действительно серьезные результаты полученные И они как-то дорисовывают нашу картину мира Как-то ее развивают Может быть, наоборот, говорят, что что-то было неправильно И нужно заново задумываться Любой список, конечно, будет очень субъективным Я ничего не знаю про Солнечную систему И поэтому про Солнечную систему я вам рассказывать не буду Там тоже много всего интересного Летают спутники Изучают Солнце Открытия бывают важными, на мой взгляд Если или они дают ответ на хорошо поставленный актуальный вопрос Или задают новый актуальный вопрос Или позволяют выбрать между какими-то моделями Которые сейчас очень активно конкурируют друг с другом Но вот по большей части Та выборная десятка Это открытие самых разных областей большой астрофизики Которые попадают вот под эти три критерия Ну и заодно, говоря о них, я буду пробовать Обращать внимание на то Именно какому критерию это соответствует И почему это так хорошо или плохо Извините, можно такой уточняющий вопрос? Большая астрофизика – это та астрофизика, которая не касается Солнечной системы То есть маленькая – это про Солнце? Он может быть очень эгоистичный термин Большая в смысле масштаба Не знаю, чем если может быть, но… Ну, да Хорошо, спасибо за уточнение А вот ещё важно Вы будете называть по степени важности Или, может быть, в хронологии в какое-то вот эти открытие? Наверное, я буду идти в обратном хронологическом порядке То есть от более свежих к тому, что произошло год назад Да, давайте По значимости, волею судеб Многие первое в этом списке поставили бы на первое место по значимости Хотя, конечно, это можно обсуждать Тема экзопланет, она очень популярна сейчас Там есть много всяких интересных вопросов Но всем интересно найти планету, похожую на Землю Там, где потенциально может быть жизнь И буквально в конце декабря Появилась работа В которой в одной из систем Были обнаружены Было обнаружено, вообще говоря, пять планет Но две из них имеют очень маленький размер Одна примерно размером как Земля Другая меньше, чем Земля Это очень важно Результат получен командой спутника Кеплер Это важно в первую очередь Потому что показывает, что Кеплер может очень эффективно открывать такие объекты Сами объекты находятся очень близко от своей звезды Поэтому никакой жизни там речи не идёт Это там очень жарко Точно так же, как на Меркурии, скажем, нет жизни Такие планеты проще открывать Потому что, как открывает Кеплер Он смотрит на много звёзд Больше, чем 100 тысяч звёзд они изучают И если планета проходит перед звездой То тогда блеск звезды немножко падает И мы можем узнать, что что-то пролетело Чтобы удостоверить, что это планета А не что-то другое Ну, там, птицы, конечно, в космосе не летают Но мало ли что могло произойти Нужно, чтобы процесс повторялся периодически много раз Поэтому, чем короче орбитальный период Тем больше этих повторов мы увидим Тем надёжнее мы выделим планету Поэтому проще открывать для Кеплера планет Которые ближе, да У которых маленький орбитальный период Но, тем не менее, это очень важно С другой стороны, важно открывать планеты там, где потенциально может быть жизнь В зонах обитаемости И тот же самый Кеплер в том же самом декабре Объявил об открытии планеты Впервые действительно внутри зоны обитаемости У звезды типа Солнца До этого говорили о планетах, которые Прямо на границах зоны обитаемости А здесь планета Хорошо внутри зоны обитаемости То есть не слишком холодно, не слишком жарко Да Не слишком мало энергии, не слишком много Да Планета, правда, не такая маленькая Сейчас её радиус оценят где-то в 2,5 радиуса Земли Это не в пользу существования жизни Это, ну, скажем так, не очень за, действительно Ясно, что это не планета, подобная Юпитеру То есть есть надежда, что это всё-таки каменная планета И тогда это что-то похожее на наш мир Но, тем не менее, пока неизвестно Массы по наблюдениям Кеплера Определять сложно Они радиусы хорошо определяют А вот с массами немножко сложнее Но это, в общем, сейчас, я бы сказал Один из лучших кандидатов В объекты, где хоть какая-то жизнь Хоть в какой-то форме может быть Так что это такой, действительно, очень важный шаг И это классический ответ На хорошо поставленный давний вопрос Есть ли такие планеты? Есть, вот мы их начали открывать А вот завершая вот эту тему Неоднократно в новостях, да Научных, вообще в научно-популярной литературе В газетах упоминается и упоминался Этот спутник Кеплер Чуть более можно про него подробнее? Кто запустил, когда, какие? Какие там результаты, помимо вот этих? Спутник Кеплер – это первый специальный аппарат Для поиска экзопланет Это неудивительно, потому что спутники Вообще разрабатывают очень долго Это сложный агрегат И это действительно всегда оригинальная разработка Это не просто там взяли что-то известное Купили в магазине фотокамеру Привинтили ее на железку и запустили на ракете Планеты начали открывать в середине 90-х годов И вот сейчас полетела несколько лет назад Специальная миссия, запущена НАСА Тем не менее, это не единственный спутник Открывающий экзопланеты Есть еще замечательный европейский спутник КАРО Который должен был изучать звезды Но когда вот начался экзопланетный бум Они успели очень удачно перестроиться, подстроиться Немножко модифицировать аппарат, его программу И КАРО первым начал открывать планеты И говоря сегодня о важных открытиях Мы упомянем неизбежно спутник КАРО Но, повторюсь, Кеплер, безусловно, является лидером Поскольку это вот такая первая специализированная миссия Которая, конечно, снимет сливки И это, кстати, во многом отражает Как делается действительно наука Когда нужно очень правильно выбрать направление усилий Время, тип проекта Это не очень дорогой спутник Он в десятки, если не в сотни раз дешевле Чем космические телескопы имени Хаббла Но, может быть, в историю он впишется ярче И в истории есть примеры таких удачных проектов Когда вовремя делали не супердорогой аппарат Но который успевал начать новую область И вот все лучшие начальные результаты получить Я так понимаю, здесь и такое соперничество Между все-таки европейскими группами, американскими Оно тоже играет свою роль В общем, да, я думаю Хочется успеть первыми Да, конечно, это существенный момент По крайней мере, в продвижении больших проектов Потому что здесь подключается не только научное любопытство Которое, может быть, не сильно увеличивается От наличия конкурентов Но когда есть аспект, связанный С большими финансовыми средствами Часто с политическими решениями Исследователь за планет Просто вот на уровне президента США Признана одной из приоритетных программ Поэтому там все немножечко лучше Чем в каких-то других областях Ну да, это можно, в принципе, налогоплательщикам Вполне внятно объяснить Там, друзья мои, мы ищем планету На которой может быть жизнь Мир, подобный нашему Да, и вот здесь, кстати Интересно сказать, что есть здесь и плюсы, и минусы То есть, с одной стороны, мы в России иногда Переживаем по поводу того Что у нас многие решения По финансированию больших программ Не обязательно космических, но в том числе Они принимаются, на самом деле, очень закрыто И даже большое научное сообщество Не влияет на них Вот там какие-то люди, знаете, как в анекдоте Про аппарат собрания Шу-шу-шу и сожрали Вот, собрались и решили Как правило, они решили Вот там собралось три человека Они между собой все и поделили Открытость решений и влияние Какого-то широкого сообщества Это очень хорошо С другой стороны, теоретически Есть опасность, что если пойти На поводу именно у очень широкой публики Не просто ее информировать, а вот прямо По запросу, что называется То это приводит к тому, что исследования уходят В те области, которые проще объяснить И, по крайней мере, в популяризации науки Мы это явно видим Экзопланеты, про них действительно проще рассказывать Про них много рассказывать Про черные дыры, может быть, не проще рассказывать Но всем так интересно, черные дыры Про них тоже много рассказывать Мне кажется, просто удачное название, если честно Назвали бы квазар там, например И что? Ну, квазар, кстати, тоже не самое плохое название Да, ну, хорошее название По сравнению с сейфертовскими галактиками Но оно никак не конкурирует с черной дырой Ну, есть, да, менее удачный То есть, вот такой аспект он существует И иногда он тоже приводит к тому, что из более актуальных областей Оттягиваются в том числе и средства Потому что, да, конгрессмены, в общем-то, такая же публика, как и все остальные Им, к тому же, перед своими отчитываются Да, им тоже проще объяснить, почему что-то важно Ну, экзопланета, к счастью, действительно, где все сошлось Да Все хорошо В первом приближении Далее в программе Это вот похоже на то, что у вас плывет корабль, кругом шторм, ураган И вот слышат, не кричат ли что-то там с Земли Вот кто-то начинает что-то слышать Неясно, выдает он желаемое с действительной или действительно что-то слышат Но важно, что он что-то начал Появляется какая-то надежда Сергей Попов, доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Тема сегодняшней программы Как расширялась Вселенная в 2011 году Или 10 важнейших открытий в астрофизике Следующее открытие, тоже декабрьское По дате публикации, по крайней мере Оно очень иллюстративно вот чем Очень любят в новостях говорить Открыто самое что-нибудь Самое большое, самое маленькое, самое длинное, самое какое-нибудь Создано самое черное вещество Иногда это абсолютно не важно Ну вот сделали чуть больше или чуть меньше Иногда количество переходит в качество Как нас учили классики Так вот, было обнаружено две рекордно тяжелые черные дыры Рекордно тяжелые это больше 10 миллиардов масс Солнца Самая дырявая дыра такая Самая дырявая, да Самая массивная, да, разучит странно Но на самом деле, да, так оно и есть Они находятся в центрах галактик Мы можем оценивать массу Вокруг них крутятся звезды, газ Это все можно наблюдать Так вот, в чем интересно Открыли 10 миллиардов там Потом откроют 11, может быть Может быть и нет Интересно то, что эти дыры тяжелее, чем им полагается Глядя на галактику, можно прикинуть Какой массы там должна быть черная дыра Грубо говоря, конечно, чем больше галактик, тем больше черная дыра Скажите, а это вот априори, да У каждой галактики обязательно в центре должна быть черная дыра И она там есть Или это все-таки вот на уровне пока еще гипотезы? В природе, конечно, никогда ничего не должно Всегда так получилось Но вот исследования говорят, что все крупные галактики С некой оговоркой Имеют в центрах массивные черные дыры И чем больше масса галактики Точнее говоря, некая ее составляющая Тем больше масса черной дыры Есть достаточно хорошая зависимость Связано это с тем, как образовывались галактики Образовывалась галактика В центр попадала черная дыра Они с самого начала были Потом как-то росла масса черной дыры Вместе с галактикой Ну, как вот раньше Мы растем вместе со страной Ну, вот так и да Больше страна, больше дыра Например, бюджет Надо же, везде одной тоже Вот Так вот, есть страны, есть галактики Где там даже еще хуже Тяжелее, чем надо Где тяжелее, чем надо И вот это как раз тот случай И в случае галактик это очень интересно В случае страны это тоже интересно Но иногда более печально Обнаружены галактики с очень тяжелыми черными дырами И это ставит вопросы перед теорией образования галактик Перед эволюцией тех самых черных дыр Поскольку и так-то люди только-только придумали Как вообще наращивать массу черной дыры А тут ее нужно было увеличивать еще быстрее Это сложная задача Поэтому, повторюсь, важен не сам рекорд А то, что это открытие на фоне рекорда Ставит новые вопросы, на которые пока ответов нет Следующее Есть галактики в центрах черной дыры Если на эту черную дыру течет вещество То выделяется много энергии И галактика называется галактика с активным ядром Очень далекие, очень яркие ядра галактик Получили свое собственное название квазары Название они получили еще тогда, когда не знали, что это такое Но теперь мы знаем Квазары – это очень далекое ядро галактики Где есть массивная черная дыра И вещества вокруг нее ярко светят Сказать, что дыра ярко светит, не очень хорошо И это очень полезная вещь Потому что, чтобы изучать пространство межгалактическое Нам нужно его чем-то просвечивать И, наблюдая далекие квазары Мы как бы пользуемся тем, что космос просвечивается этим квазаром Мы изучаем, что есть по дороге Что само не светится Так вот, изучая спектры очень далеких квазаров Люди открыли два облака газа между галактиками Это никакая не новость Они давно были известны, что такие облака есть Как они называются? Межгалактические облака газа То есть, никакого-то специального названия нет, да? Но здесь интересно то, что у них интересный химический состав Когда Вселенная образовалась, был только водород и гелий Потом зажглись звезды, насинтезировали внутри себя тяжелых элементов Взорвались, выбросили их, и процесс зациклился Чем дальше мы продвигаемся по худой эволюции Вселенной Тем больше тяжелых элементов Тяжелые – это элементы тяжелее гелия Так вот, у этих двух облаков состав первичный Там нет тяжелых элементов Хотя облака находятся довольно далеко По времени от момента начала расширения Там примерно 2 миллиарда лет прошло Это довольно интересно С одной стороны, это говорит нам, что газ плохо перемешивался Это первый такой яркий пример Когда нашли большие облака Такого первичного газа Это интересно, потому что звезды, которые из первичного газа получались Они немножко не похожи на наши Они могли быть больше, ярче Если раньше думали, что такие звезды появляются только в первые 100 миллионов лет жизни Вселенной примерно То теперь мы знаем, что они должны появляться и миллиарды лет спустя Потому что мы видим материалы, из которых можно построить А кроме того, такие облака – хороший инструмент для проверки космологических теорий Потому что мы можем измерить первичный химический состав Что довольно нетривиальная вещь И посмотреть, как это укладывается в нашу космологическую картину К счастью, оказалось, что укладывается замечательно То есть все наши теории, да, измышления по поводу эволюции Вселенной, они верны Да То есть это новое хорошее подтверждение Это всегда очень здорово В первом приближении Тема сегодняшней программы Как расширялась Вселенная в 2011 году? Или 10 важнейших открытий в астрофизике? Следующее В течение года появлялись результаты С разных установок, которые ищут тёмное вещество, тёмную материю Это лабораторные эксперименты где-нибудь глубоко под землёй Чтобы не мешал всякий фон частиц, прилетающих из космоса Люди смотрят, как частицы тёмного вещества взаимодействуют с, как говорят, рабочим телом детектора С тем, что у вас в ДТЭК-3 есть Так вот, сразу несколько групп в этом году заявило о своих результатах Причём, если часть групп, как и многие группы раньше, сказали, что они ничего не видят И далее верхний предел на параметры частиц тёмной материи То несколько групп сказали, что они начинают что-то видеть Начинают что-то видеть над фоном Это вот похоже на то, что у вас плывёт корабль, кругом шторм, ураган И вот слышат, не кричат ли что-то там с земли И вот кто-то начинает что-то слышать Неясно, выдает он желаемое с действительной или действительно что-то слышат Но важно, что он что-то начал Появляется какая-то надежда Вот в этом году некоторые группы, повторюсь, начали заявлять о том Что они видят очень слабый сигнал, который плохо объясняется фоном Объясняется, но уже с некоторой натяжкой И это даёт серьёзную надежду на то, что, может быть, даже это поколение приборов Просто посмотрев подольше, набрав статистики, сможет заявить всё-таки об открытии частиц тёмной материи Ну или, если это не так, то, может быть, следующее поколение с большей чувствительностью Уже сможет это сделать, и это тогда вопрос нескольких лет То есть ещё немного, и вполне возможно, тёмная материя, загадка тёмной материи будет таки разгадана Да, или возникнет очень серьёзная проблема, если они так ничего не найдут Придётся каким-то образом другим объяснять, да? Что же всё-таки происходит вокруг нас Да, есть альтернативные модели, но у них свои очень большие сложности И как раз следующий вопрос отчасти с этим и связан Тёмную материю придумали для чего? Например, чтобы объяснить, как притягивают друг друга галактики в скоплениях или звёзды в галактике Наблюдения показали, что вот мы видим какое-то количество галактик, звёзд в галактике Можем узнать их массу А если мы наблюдаем за движением объектов, то масса должна быть больше И вот эту невидимую тёмную массу назвали тёмное вещество Сказали, есть что-то, но не видно что Сейчас мы знаем, что если это всё-таки вещество, это должен быть особый вид частиц Не те, из которых состоит всё вокруг нас Тем не менее, альтернативные модели есть И они говорят не больше не меньше, как то, что закон всемирного тяготения Не везде такой, как мы привыкли со школьных времён Например, он может меняться на больших расстояниях Под это можно подвести очень хорошее теоретическое обоснование И вопрос не в том, насколько это естественно или неестественно А вопрос в том, насколько это соответствует наблюдениям Вот в прошлом году вышла очень интересная работа Где авторы придумали совершенно новую, по крайней мере, насколько я знаю, методику Как сравнить эти теории Сравнить модель стандартную, это общая теория относительности Теория гравитации И нестандартная модель, которая является её конкурентом Их есть несколько Они сравнивали две самые популярные Так вот, можно смотреть, как двигаются галактики в скоплении галактик Это одни из самых, в неком смысле, самые массивные объекты у Вселенной Которые существуют как нечто единое Но в скоплении галактик может быть 100 галактик Ну, тысячи может быть Но чтобы выделить эффект, который интересовал авторов Нужно ещё больше данных И они использовали данные о 100 тысячах галактик В 8 тысячах скоплений Они вот их как-то все собрали И они смогли сделать следующее Они смогли как бы двумя независимыми способами Понять, как гравитация меняется внутри скопления Первое, просто посмотрев, как объекты двигаются А второе, увидеть так называемый эффект гравитационного красного смещения Эффект умеренно простой Если мы светим вверх на Земле, например Просто светим вверх То свет наверху будет казаться более красным Чем мы излучили его здесь Потому что он двигается против гравитационного поля Здесь у нас гравитационное поле на поверхности выше Наверху оно ниже Вот если он движется в ту сторону То будет такое красное смещение Это верно для любой ситуации Где есть массивные тела То есть если из центра скопления галактик Свет идет наружу, он краснеет Из-за эффекта гравитационного красного смещения А если мы оттуда будем светить на Земле То основание будет более красное, чем на Земле желтый? Важно, как устроено гравитационное поле Между источником и приемником света Поэтому, конечно, можно сделать картинку более симметричной Но вот действительно скопление массивное Если свет оттуда идет к нам, он становится более красным Это не то, что глазом прям видно, что все покраснело Измеряется спектр, там есть спектральные линии Можно очень точно измерять их положение И тогда эффект будет заметен, например Так вот, получив эти два независимых набора данных О том, как ведет себя гравитация внутри скопления Они сравнили это с тем, что предсказывает модель Общая теория относительности Две конкурирующие теории гравитации Самые популярные И оказалось, что общая теория относительности Действительно лучше всего описывает данные Теоретики, сторонники альтернативных теорий Бросились и смогли подкрутить параметры Но, в принципе, это такая хорошая косвенная улика В пользу того, что стандартная картина более правильная И это означает, что темная материя существует Потому что, повторюсь, альтернативные теории Во многом придумывались для того Чтобы избежать введения темной материи А, казалось бы, поменять один из физических законов Все будет хорошо Это, кстати, довольно часто встречается в науке Вот, например, частицы нейтрина Как их придумали Наблюдали реакции ядерные И оказалось, что там теряется энергия непонятно куда И совершенно серьезно рассматривалось два варианта развития событий Первый вариант – это не выполняется закон сохранения энергии Не больше, не меньше Чтобы еще раз сказать, что физики и ученые вообще люди Не бесконечно консервативные Вот физики в лице нобелевских лауреатов буквально сказали Может не сохраняться энергия в квантовых процессах А другие люди, тоже физики, тоже нобелевские лауреаты Сказали, а может быть, просто есть какая-то частица Которую очень трудно поймать И она уносит лишнюю энергию Вот это оказалось правильно Но вот точно так же в случае темного вещества Думается, что есть какие-то частицы Которые содержат эту лишнюю массу И вот пока все говорит о том, что, скорее всего, так оно и есть То есть это открытие свидетельствует А, в пользу теории относительности По крайней мере, относительно двух других конкурирующих Гравитационных теорий Раз, да И два, в пользу существования Такие темные материи Хотя пока это никаким образом не доказано Да, пока это в статусе гипотезы существует Мы с вами говорили, да, в предыдущей программе об этом Но пока это не доказано Гипотеза такая только есть В первом приближении Далее в программе Вот такие открытия, они ставят очень серьезные проблемы Перед всеми конкурирующими теориями Ну, то есть можно шастать там из одной Вселенной в другую Через вот эти входы Даже не обязательно в другую Вселенную Вообще непонятно куда, куда-то Сергей Попов Доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Тема сегодняшней программы Как расширялась Вселенная в 2011 году Или 10 важнейших открытий в астрофизике Дальше мы должны вернуться обратно к экзопланетам Периодически открывают интересные системы Экзопланеты известны уже больше тысячи И вообще просто открытие новой экзопланеты Это уже не событие 10 лет назад, наверное, открытие любой новой экзопланеты Можно было специально отмечать Сейчас это фактически стоит на потоке И обсуждают интересные системы И здесь я хочу о двух результатах рассказать Опять же, чтобы проиллюстрировать тезис Чтобы удивляться, надо много знать Один результат, он был очень широко распиарен Потому что это легко сделать Звезды есть одиночные, как наше Солнце Но большая часть звезд существует парами Системы из двух звезд Да, они крутятся вокруг общего центра масс И, естественно, там тоже могут быть планеты Планета может крутиться вокруг какой-то из этих двух звезд Быть очень близко к ней Это не так интересно А может система крутится сразу вокруг двойной Тогда на этой планете действительно в небе два Солнца Во всяких популярных фильмах это отражено И это очень красиво Вот впервые в прошлом году открыли такую систему Сейчас их открыто еще несколько штук И это было очень здорово от Пиарена На самом деле, я бы сказал, это совершенно неудивительный факт Ну да, должны быть такие системы Ну вот их открыли Конечно, это хорошо, это замечательно, это интересный результат Но степень его подачи, конечно, определяется тем Что можно сказать, что это вот планета из фильма буквально Ну да, да, и можно хорошо проиллюстрировать Из научно-фантастических фильмов, набрав картинок Вот с этим связано, скорее всего, да А второй результат Вот первый получен спутником Кеплер Второй как раз получен спутником Коро И он внешне не очень яркий, я бы сказал Но, тем не менее, с научной точки зрения Он, наверное, более интересный Открыли планету с очень высокой плотностью То есть планета достаточно тяжелая У нее масса в 4 раза больше, чем Юпитера А Юпитер – самый тяжелый планет в Солнечной системе Такой уже большой объект для планет Но при этом новооткрытая планета Она имеет радиус меньше, чем у Юпитера То есть это очень плотное образование У нее средняя плотность больше, чем у стали И это довольно необычно Такие планеты довольно трудно делать в стандартных сценариях А сейчас мы не очень хорошо знаем, как образуется планетная система То есть, опять-таки, мы знаем глобальную картину Образуются звезды, вокруг есть газпыль Все это контенсируется, образуются планеты Детали мы не знаем И новые открытия, они как раз важны для того, чтобы построить теорию образования планет Потому что то, что десятилетиями, если не столетиями строили для Солнечной системы В существенной степени начало рассыпаться Потому что многие новые планетные системы уже очень не похожи на нашу Значит, нужно что-то менять в этой модели Вот каждое новое открытие, которое плохо вписывается в предыдущий уже, казалось бы, стандартный сценарий Это очень важно для продвижения науки вперед Поскольку это как в детективном расследовании У вас появился существенный новый факт И он всю вашу версию рушит И чувствует себя как инспектор Лестрейт Которому вот все было так хорошо А теперь, да, всех приходится отпускать и опять идти к Холмсу Ну вот тут примерно такая же ситуация В первом приближении Тема сегодняшней программы Как расширялась Вселенная в 2011 году? Или 10 важнейших открытий в астрофизике? Мы потихонечку приближаемся к концу списка Следующая работа, о которой я хотел рассказать Это опять-таки открытие далекой черной дыры Далекого квазара Собственно, это самый далекий квазар То есть, казалось бы, вот опять рекорд, ура На самом деле, через год, через два откроют более далекий квазар Важно вот что Важно, что в этом очень далеком квазаре Черная дыра уже имеет массу 2 миллиарда масс Солнца Так что, скорее всего, черная дыра тоже слишком тяжелая для этой галактики Мы саму галактику пока как следует изучать не можем Но то, что она существует так давно Это ставит проблемы для теории роста масс черных дыр Потому что наращивать массу у черной дыры очень тяжело Особенно в начале И у нас есть модели, но опять-таки есть конкурирующие модели Мы не знаем, как образуются самые первые черные дыры в точности И, соответственно, плохо понимаем, как они увеличивают свою массу Как они поглощают вещество И вот такие открытия, они ставят очень серьезные проблемы Перед всеми конкурирующими теориями Поскольку чаще всего люди считают, что первые черные дыры Образовались из первых звезд Тогда они были довольно легкие Раз в 200 тяжелей Солнца И потом попадали в центр галактики Увеличивалась их масса Но вот так очень тяжело дорасти до 2 миллиардов солнечных Есть всякие альтернативные модели Может быть, это... Ваша любимая какая? За счет чего она могла так утяжелеть? Ну, опять-таки, да Она не то, что моя любимая Но вот хороший конкурент Это то, что не первые звезды давали черные дыры Такие черные дыры тоже есть Их никто не отрицает Но, может быть, складывались условия Когда большие облака газа Минуя звездоподобную стадию Сразу схлопывались в черную дыру И тогда вы можете вначале создать массивную черную дыру И, естественно, если она уже большая Ее проще дальше наращивать То есть там действительно богатые становятся богаче Может быть, вот эта дыра образовывалась именно так То есть она сразу была не очень маленькой Схлопнулась какая-то большая масса Подождите, извините, мне вот лично самое интересное Я понимаю, что это, конечно, такая тоже Ну, жареная, что ли, тема Но просто хочется вас спросить Удовлетворить мое личное любопытство Мы в предыдущих программах про черные дыры Говорили, в том числе и про кротовые норы Откуда взялось вообще это понятие На ваш взгляд? Вот что ученых натолкнуло Именно на мысли Вот такого рода норах? Потому что, ну, вполне серьезные ученые Об этом думают, да, и работы ведутся в этом направлении Откуда? Вот во многих ситуациях получается следующее Создается теория Хорошая проработанная теория Которая находит существенное подтверждение В данных наблюдений, экспериментов Но дальше в рамках теории Практически всегда у вас есть Еще ненаблюдаемый эффект Теории их предсказывают Вот математическая модель работает В этом направлении И кротовые норы появились именно таким образом Есть общая теория относительности Вы можете получать разные решения В рамках общей теории относительности И в частности можете получить решения Которые соответствуют вот этой самой кротовой норе То есть дальше цепочка такова Создана теория Которая внутренне непротиворечива и хороша Она хорошо подтверждается наблюдениями Дальше вы берете теорию И смотрите, что она вам еще предсказывает Иногда это очень хорошо работает Вот, например, писали-писали уравнение для электрона И там получилась какая-то ерунда Частица, вот как электрон, но с другим зарядом А потом ее открыли Совершенно замечательный результат Их примеров достаточное количество Да, примеров достаточно много Когда теория оказывается там Умнее создателя, как говорят Когда она предсказывает что-то, что была вроде непризвана объяснять Но вот с кротовыми норами ситуация непонятна В рамках этой теории, то есть общей теории относительности Они получаются Существуют ли они на самом деле, это большой вопрос Причем тут даже часто бывает такая ситуация Что что-то может быть, но не образуется в природе Ну вот, например, очень трудно сделать черную дыру С массой, одна десятая масса Солнца Ничего не противоречит Вот уж точно, если черная дыра вообще правильная идея Скорее всего это так Может быть, черная дыра с массой, одна десятая масса Солнца Но как ее сделать в природе, абсолютно непонятно Потому что, если они образуются из массивных звезд Не получится сделать черную дыру легче, чем там пара солнечных масс Так что вот как с кротовыми норами никто не знает То есть, может быть, они уже относятся к тому сегменту Где общая теория относительности перестает работать И все понимают, что это не какая-то конечная теория И непрерывно идет работа серьезных людей над созданием Других теорий гравитации Которые включали бы в себя общую теорию относительности Как частный случай Но, может быть, более общая теория не будет включать в себя кротовых нор А может быть, они в принципе могли бы быть Но в природе не образуются Нет естественного процесса, который приводили бы к образованию кротовых нор Так тоже может получиться И тогда и теория верна И наблюдения покажут, что они не встречаются То есть, такого как бы не бывает Ну, так на всякий случай, если вдруг вы не слушали нашу предыдущую программу Кратовая нора – это выход из черной дыры куда-то в другую Вселенную То есть, можно шастать из одной Вселенной в другую через вот эти входы Даже не обязательно в другую Вселенную Вообще непонятно куда Можно и в нашем пространстве две точки соединить Или, скажем так, две точки окажутся соединенными таким вот странным переходом Телепорты, короче говоря Да, но, правда, даже в рамках стандартной теории Пройти по ним к какому-то макроскопическому объекту, как мы с вами, скорее всего, будет невозможно В первом приближении Далее в программе То есть, открыли один из самых интересных физических объектов в природе Поэтому для физиков просто не совсем святой гра, но очень важный объект Сергей Попов – доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Тема сегодняшней программы – как расширялась Вселенная в 2011 году Или 10 важнейших открытий в астрофизике Давайте дальше по открытиям Давайте дальше До 2011 года Очень интересный результат Он вряд ли повлиял, хотя, может быть, и повлиял на решение Нобелевского комитета Дать премию за обнаружение скоренного расширения Вселенной по наблюдению сверхновых Дело тут вот в чём Когда в 1998 году были опубликованы результаты по сверхновым То, с одной стороны, они казались действительно очень надёжными Достаточно надёжными, чтобы про это говорить как о состоявшемся открытии С другой стороны, было открыто поле для скепсиса, для критики И многие годы, да на самом деле даже до прошлого года Были отдельные группы, которые очень сильно критиковали результаты по сверхновому И было очень важно научиться измерять ускорение и расширение Вселенной Другими способами И таких способов у космологов несколько В прошлом году впервые удалось показать наличие расширения Используя только данные по реликтовому излучению Которое осталось от горячей стадии Вселенной Это очень важно, потому что реликтовое излучение Это достаточно хорошо понятный феномен И если, используя только данные по реликту Удаётся доказать ускоренное расширение Вселенной То, в общем-то, альтернатив, я бы сказал, уже совсем нет Нельзя проинтерпретировать какой-то набор данных так, чтобы обойтись без ускоренного расширения Но вот этот результат потребовал создания новых инструментов Сейчас работает несколько телескопов Специально предназначенных для изучения реликтового излучения Их ставят там, где сухо А сухо или в высокогорных пустынях, или в Антарктиде Где тоже из-за того, что холодно, но, кстати, и горы Там тоже достаточно сухо Вот есть космологический телескоп на Южном полюсе Но он не прямо на полюсе стоит Но зато называется South Pole Telescope И есть телескоп в пустыне Атакама Космологический специальный телескоп Вот этот результат получен как раз с помощью его Ну и плюс, используя данные со спутников, которые уже ранее были известны Это действительно очень важно Это подтверждает вот такую стандартную картину Но, кроме того, конечно, это не только подтверждает Но и позволяет точнее определять космологические параметры Что важно, в том числе и в конечном счёте Для определения того, что такое тёмная энергия Хорошо, а есть ещё какие-нибудь фундаментальные задачи Которые стоят сейчас перед учёными Которые работают именно на этих двух телескопах Эти два телескопа в сухих местах Изучают исключительно реликтовое излучение Это их основная задача, да? Что они хотят там понять ещё? Основная задача всё-таки Определение космологических параметров Нельзя сказать измерение Потому что измеряют они некую более сложную картину На основании которой параметры потом рассчитываются Они изучают распределение свойств реликтового излучения на небе Где оно там горячее, где оно холоднее, с чем это связано И как это коррелирует с наличием известных структур больших То есть, в первую очередь, скопление галактик Поскольку, если у вас Вселенная пустая И просто заполнена излучением Ну, оно будет довольно однородно А если вы вставляете туда такие объекты, как скопление галактик То видимая картина реликтового излучения меняется Где-то становится горячее, где-то холоднее Это можно изучать И это очень важно для космологических задач Потому что скопление галактик Это вот не такие консервные банки, которые раскидали везде Они потихоньку образуются То есть, они сами по себе эволюционируют Наблюдая их на разных расстояниях Определяя их параметры уже другими методами С помощью рентгеновских спутников, например И совмещая это с данными по реликтовому излучению С вот этих специальных телескопов Можно очень многогранно, скажем так Тестировать разные космологические модели И очень точно определять космологические параметры Разными способами Ну, вот, соответственно, что люди делают В первом приближении Тема сегодняшней программы Как расширялась Вселенная в 2011 году Или 10 важнейших открытий в астрофизике Еще про далекие объекты Вот мы сказали, что скопления галактик растут На самом деле это означает, что когда-то и их не было То есть возникли первые звезды Они начали складываться в первой галактике Галактики Все такой единый процесс построения структуры Складывается в скопления Чем-то похоже на процесс Рост российской государственности Так вот, очень важно обнаруживать Как можно более далекие скопления галактик Даже еще на той стадии, когда их нельзя называть скоплениями Но видно, что галактик там побольше И они как-то сгустятся Вот год назад примерно Было заявлено об идентификации Очень далекого протоскопления галактик Рекордного на данный момент Его удалось достаточно хорошо изучить И это, повторюсь, очень важно Во-первых, просто для понимания Эволюции скоплений Процесса их роста Но это, в свою очередь, важно Для понимания всей космологической картины Поскольку сейчас скопления галактик Становятся таким ключевым объектом Вот, если все хорошо В следующем году будет запущен Российский спутник Спектр Рентгенгамма У которого основная задача Как раз изучение рентгеновского излучения Скоплений И это, в первую очередь, связано с космологическими задачами Это будет очень интересный проект Который, по ходу, много всего другого откроет Чем вообще астрономия хороша Вы запускаете аппарат У которого есть, может быть, одна, две, три Чётко поставленных задач Но поскольку он снимает всё небо То все данные в вашем распоряжении Открываете, что хотите И это, в общем, очень часто происходит Ну вот, идентификация такого далёкого протоскопления Позволяет тестировать модели эволюции этих объектов И, соответственно, понимать, как эволюционировала Вселенная в целом Ну и, наконец, в течение этого года Потихонечку спутник Планк Который сейчас, может быть, является самым главным космологическим аппаратом Начал потихонечку публиковать свои данные Данные по космологии непосредственно Они будут публиковать позже Но, опять же, это тот случай Когда он насматривает всё небо И в науке есть такой критерий Цитируемость работы Сколько раз другие учёные на неё сослались Вот долгое время самой цитируемой работой Была работа российских советских теоретиков Шакура и Сюняева по аккреционным дискам Как раз как вещество течёт на чёрную дыру Это страшно важно Они в 1973 году первые это хорошо поняли И это была самая цитируемая статья в астрофизике Кстати, до сих пор самая цитируемая статья в нашей стране вообще В астрофизике или вообще? Вообще, у нас в стране вообще То есть просто вот Никто не написал более цитируемую работу Так вот, долгое время работа была Самая цитируемая в астрофизике А потом её перебило Несколько работ В неком смысле идентичных Запустили спутник Коби Для исследования реликтового излучения И он дал две статьи Первая про реликтовое излучение То есть космологическое А вторая про структуру галактики Поскольку он наблюдал всё небо И это очень важно Как выглядит галактика На вот таких миллиметровых волнах Потом полетел спутник W Plank Потом полетел спутник W MAP Американский Который точно так же Выдал статью по космологическим параметрам Даже несколько, которые очень хорошо цитируются И статью по структуре галактики Так вот, Планк Идёт примерно таким же путём Но он вначале Начал выдавать статьи По структуре галактики По распределению вещества в ней Также по наблюдениям Вне галактических объектов Которые у него в поле зрения есть А смотрит он везде В общем, нет сомнений Что это будут очень востребованные работы Ну и мы ждём От спутника Планк Спустя года два Уже каких-то серьёзных космологических результатов Скажите, пожалуйста Так, завершая уже нашу программу Какая, может быть, группа учёных Работает наиболее продуктивно В космологии Не обязательно за последний год А может быть, за последние лет десять Вот откуда поступают наиболее цитируемые Вашим термином Наиболее ценные сведения На самом деле это такой сложный вопрос В принципе, конечно Самые цитируемые результаты Сейчас, особенно в космологии Это результаты наблюдений И самые цитируемые статьи Действительно Это работы Связанные с данными спутника WMAP Сейчас это одна из таких Существеннейших основ Наших знаний о Вселенной С другой стороны, понятно Что Планк их перебьёт То есть, существенно Сделано что-то очень важное Но оно как бы Это не теорема Пифагора То есть, это потрясающе важная работа Она важна сейчас Потом полетит следующий аппарат И будут важны данные следующего аппарата Другой очень удачный проект Это проект цифрового обзора неба Так называемая СДСС Они отсняли всё небо Несколько раз И проект продолжается Они не хотят останавливаться Потому что он действительно Потрясающе успешный И это очень важно Для самых разных областей От буквально изучения объектов В Солнечной системе До космологии Для чего он в основном Тоже американский проект, да? Да, тоже американский проект Наверное, сейчас вот эти группы Дали самые цитируемые результаты Но WMAP уже активно данные не выдаёт Проект закончен СДСС продолжают Но, наверное, самый главный результат Он всё равно уже дал И люди ждут телескопов следующего поколения Которые будут похожую работу проводить Так что, наверное, самые востребованные результаты Это результаты каких-то вот хорошо продуманных Вовремя сделанных проектов Как правило, достаточно крупных Но не обязательно при этом супердорогих Вот СДСС не очень дорогой проект Просто надо было вовремя сообразить И правильно сделать Всё правильно организовать В первом приближении Далее в программе Опять-таки, никто не получил Нобелевскую премию за чёрные дыры По той простой причине, что Сохраняется некоторая неопределённость А вдруг вот объекты Очень похожи на чёрные дыры Но не чёрные дыры Сергей Попов Доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института Имени Штернберга Сергей, знаете, у меня два последних вопроса осталось Один такой Назовите, пожалуйста, какое-нибудь открытие Не какое-нибудь, а вот то открытие Которое, как вы считаете, незаслуженно Не получило свою Нобелевскую премию Ну, естественно, в области космологии и астрофизики Вот что было сделано И как-то вот не оценено Не очень простой вопрос Нобелевская премия всё-таки Важный комментарий Нобелевская премия, она по физике И поэтому вообще... Согласитесь, что по астрофизике Достаточное количество премий выдаётся Но, как правило, эти открытия Они именно хорошо увязываются с физикой То есть, например, с одной стороны Я считаю, что за экзопланеты Люди в конце концов должны её получить Хотя там будет тоже сложно понять, кому давать Потому что есть несколько групп Которые могут претендовать На открытие первой экзопланеты Но, с другой стороны, это всё-таки Действительно такое астрофизическое открытие И физики могут Немножечко воротить нос Потому что для фундаментальной физики Это не так много даёт Просто это вот самая близкая тематика Но, повторюсь, я думаю, что они получат Безусловно Опять-таки, никто не получил Нобелевскую премию за чёрные дыры По той простой причине, что Сохраняется некоторая неопределённость А вдруг вот объекты Очень похожи на чёрные дыры Но не чёрные дыры Поэтому здесь тоже, наверное, ситуация такая Что они получат Интересная ситуация с тёмным веществом С тёмной материей Её во много этапов открывали И до конца не открыли до сих пор Но вот, на мой взгляд, многие люди Которые внесли большой вклад В изучение тёмной материи В этом смысле как бы недооценённые Хотя внутри сообщества, конечно, они очень хорошо известны Их хорошо знают, ценят Ну, плюс есть всякие курьёзы В духе невручения Нобелевской премии Девушке за радиопульсары Это такая поучительная история Нобелевский комитет сделал соответствующие выводы Когда открыли радиопульсары То есть открыли нейтронные звёзды То есть открыли один из самых интересных Физических объектов в природе Поэтому для физиков это просто Ну, не совсем святой грааль Но очень важный объект То ключевой роль сыграла Джослин Белл Так получилось, что в итоге Нобелевскую премию получил её научный руководитель Который тоже не просто рядом стоял В работе участия принимал Но тем не менее Один из главных фигурантов Премии лишился И это считается одним из самых очевидных Прокол, где нечего обсуждать И спорить о приоритете И когда следующую премию За нейтронные звёзды вручали Там уже дали обоим Хотя Можно было спорить Но они так боялись повтора Что, конечно, не стали сомневаться Наверное, есть ещё Всякие интересные открытия Просто надо понимать Что не все интересные открытия Получают Нобелевские премии Но среди Нобелевских премий Нет ни важных, ни существенных Ни интересных открытий Скорее так Поэтому это естественный процесс Когда кто-то остаётся за бортом К счастью, есть другие всякие премии Которые частично это компенсируют В этом году будет очередное вручение Премии Кавли По астрофизике Только что Крупную премию по астрофизике Получили люди Детально изучившие Чёрную дыру в центре нашей галактики Что очень важно Так что, в общем, я думаю В итоге, если люди Интересуются происходящим То таких совсем Неизвестных героев Наверное, сейчас не бывает Ну и последний вопрос Такой вопрос фирменной программы Я практически всем нашим гостям задаю его Вот если бы у вас был неограниченный ресурс И финансовый, и временной И интеллектуальный Какой вопрос вы бы всё-таки Стали прорабатывать для себя Чтобы своё личное научное любопытство Человеческое удовлетворить Ну, вопрос, безусловно, был бы связан с тем Чем я и занимаюсь нейтронными звёздами Наверное, я бы попробовал бы Всё-таки обнаружить Так называемые Одиночные аккрецирующие нейтронные звёзды Если нейтронная звезда Достаточно долго живёт То вещество Из межзвёздной среды Вот этот очень-очень разрешенный газ Начинает на неё тихонечко течь И появляется слабый источник Это очень интересно Потому что это единственный способ Увидеть очень старые Одиночные нейтронные звёзды И понять, как они выглядят спустя миллиарды лет После своего появления И это было бы очень здорово Сейчас всё говорит о том, что объекты должны быть очень слабые И поэтому их обнаружение потребует, видимо, очень больших усилий Так что, да, для решения этой задачи, безусловно, ресурсы нужны будут очень серьёзные В первом приближении Сегодня в программе Сергей Попов, доктор физико-математических наук Старший научный сотрудник Государственного астрономического института Имени Штернберга В первом приближении Ведущая программы Елена Лихачёва Следующий понедельник Цикл, посвящённый астрофизике и космологии, завершается Завершается он, как я и обещала, программой целиком и полностью посвящённой вашим вопросам У вас осталось только 7 дней, чтобы задать все интересующие вас вопросы Между прочим, способность сформулировать вопросы в науке дорогого стоит Так что пишите на наш сайт финам.фм Теперь я с вами прощаюсь до следующего понедельника И помните, любопытство не порог, а думать никогда не поздно Счастливо!